Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Многие с волнением ждали этой речи, гадая, каким будет характер выступления Владимира Путина. Послание Федеральному Собранию шло почти два часа. Все это время мы его смотрели с политологом Константином Лукиным. По его мнению, на этот раз речь Путина максимально затрагивала простых жителей. Где мы сейчас и куда нам идти? С начала СВО это практически самая большая речь, которая все объясняет, выдает внутреннюю логику. При этом большой наезд на ту элиту и тот бизнес, который вывез все за границу. И вот этот переход к суверенной экономике с тем, чтобы действительно ставить задачи по строительству новых заводов, по разным таким вещам. Это то, о чем говорят простые жители, простые граждане страны. И вот в этом плане послание максимально к ним направлено. Много было сказано про поддержку участников спецоперации. Теперь они получат возможность ездить в отпуск дважды в год, по две недели. Также президент поручил создать госфонд для поддержки семей погибших бойцов. Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ, абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Для меня действительно большое чувство гордости вызвало предложение по поводу создания единого специального фонда поддержки семей военнослужащих и непосредственно ветеранов боевых действий. Потому что по факту это реализация того запроса, который уже есть снизу. Уже множество жителей самостоятельно собирается в группу в муниципалитетах. Мы, соответственно, с коллегами проводим эту работу в части Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Уже более 20 миллионов собрали и направили на поддержку. Не говоря уже о гуманитарной помощи, не говоря уже о том, что каждое предприятие так или иначе занимается поддержкой своих мобилизованных. В своем выступлении Владимир Путин затронул и сферу экономики. С 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению МРОД, провести еще одно на дополнительные 10%. Программа бесплатной госификации будет продолжена. За 5 лет России необходимо подготовить порядка миллиона рабочих, которые обеспечат суверенитет страны. Также из тезисов Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в вузах. По сути, нас в одностороннем порядке выкинули после специальной военной операции из так называемого баллонского процесса. Нам, ученым, фактически закрыли возможность взаимодействия с иностранными учеными, ну, прежде всего, европейскими, американскими, мы не можем свои статьи в иностранный, международный журнал опубликовать. Поэтому в данном случае это ответ на те меры недружественные, которые происходят. Те, кто учится сейчас в магистратуре, они будут продолжать учиться, их диплом будут признаваться. Те, кто будет вновь поступать, я думаю, что роль и значение специалитета вырастет, что вовсе не отменяет того, что, как бы, может, бакалаврят или магистратура исчезнет как таковы. Нет. По посланию можно сейчас писать прям программу, программу развития России, да там, дорожную карту для министерств, для губернаторов, да, губернаторы сегодня после послания получат так называемый новый вот ГПА, и по которому будет оцениваться в том числе их деятельность. И в конце интересные факты. Журналисты подсчитали, что за время выступления Путина зал вставал четыре раза, аплодировали президенту 53 раза. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Спасибо.